Сайт www.iton.tv.com. Русское телевидение Израиля представляет. Добрый день, дорогие друзья. Вы на телеканале Iton TV, программа «Разбор полетов». И сегодня мы вместе с коллегами, с моими коллегами Михаилом Гориным и публицистом, писателем Давидом Шехтером Мы разбираем совместные полеты наших полицейских и одновременно представителей религиозного культа, как сказал бы Остап Бендер Дело в том, что буквально на днях стало известно, что отдел Министерства юстиции по расследованию преступлений, совершенных полицейскими Махаш, он называется знаменитый Махаш, проверяет подозрения о получении главой подразделения полиции по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Лахов 433, генерал-майором полиции Минашей Арвивом взятки от известного каббалиста Ишиягу Пинта Друзья, как вы считаете, вообще это нормальная практика, когда каббалист может дать взятку полицейскому? Миша, вопрос наивный, но тем не менее Вообще, дать взятку полицейскому это в принципе ненормальная практика Но в последнее время нашу полицию преследуют скандалы один за другим Причем эти скандалы на самом высоком уровне Речь не идет о патрульных, речь не идет о средних офицерах А один за другим генералы То в них матчи играют, и они занимаются сексуальными домогательствами Или чем там другим То другое, при том речь идет о офицерах на уровне руководителя округов То есть самая-самая верхушка В данном случае это скандал абсолютно вопиющий Потому что под подозрением оказался руководитель подразделения Которое занимается расследованием случаев коррупции и мошенничества Я не хочу забегать вперед и опережать следствие, результаты его Тем более, не дай бог, суда, если вообще до суда дело дойдет Мы можем оперировать только теми подозрениями, которые существуют на сегодня Но если они даже на сотую долю верны Я даже себе не представляю, какой кризис ждет нашу полицию Который должен ожидать Что касается составляющей того Так что любая взятка это плохо Что касается того, что в этом деле, как взяткодатель Предполагаем, я говорю, замешан Равин Ну это говорит о кризисе уже из той сферы, о которой лучше говорить Давид Вот Давид, как раз я об этом хотел поговорить с вами В официальном сообщении, я подчеркиваю, в официальном сообщении О проводимом Махашем расследовании говорится, я процитирую Предполагается, что руководитель спецподразделения Генерал-майор полиции Минаши Арбиф, возможно, не только брал денежные взятки Но и вместе с другими воскопоставленными офицерами полиции Получал эксклюзивные религиозные услуги от известных дворов, раввинов, сифардов Ну то, что взятка, я с Мишей согласен, уже давно не эксклюзивная услуга Вот что за эксклюзивные религиозные услуги может получать верхушка нашей полиции Ну, я хочу сказать, что каббалист взятку дать не может Тот, кто дает взятку, он не каббалист Его жена, говорят, давал Он и жена Тогда он не каббалист, это не имеет никакого отношения Что касается вот этих специфических религиозных услуг То все эти люди бегают к так называемым каббалистам, чтобы получить предсказания Получить, посоветоваться, что мы делаем в том случае, что ли вы были в этом И вот за это они готовы многое как бы... Давид, а вообще не кажется странным само словосочетание предсказания для полицейских? Для любого человека? Давай дай мне пару минут, я просто объясню, на чем все это основано В соответствии с иудеизмом, естественно Когда, перед тем, как душа спускается в мир по каббале То ей назначают две вещи Человек будет умным или глупым Он будет богатым или бедным То, что не назначается, он будет праведником или грешником То есть он будет к людям все вести плохо или хорошо Вот это человек чешает сам уже в этом мире А будет ли он умным или глупым, богатым А здоровый и больной к все определяет Тоже там сверху Все это входит То есть человек с этим уже жаждается И на этом основании действительно каббалист Когда к нему приходит кто-то и говорит Вот скажем, какая-то сделка Что мне делать или нет Он может увидеть эти деньги, которые в этой сделке вверхся Они относятся к тем, которые этот человек должен заработать или нет И говорит да или нет И мы знаем, что у больших настоящих раввинов Таких, как был, скажем, Любовьевский раввинов Это работает Они эти вещи видят У меня было несколько раз Я получал от Больского ЖВ точное предсказание того Что меня ждет Когда я отвечал с вопросом Я получал точный ответ И я знаю еще несколько людей Много Но Вокруг китов всегда плывут рыбы прилипалы И вот эти вот так называемые все каббалисты В кавычках Во многом это не каббалисты А спекуранты Которые играют на том Что люди знают, что это есть Знают, что это работает Но пробиться к большим раввинам будет сложно А вот есть этот, который говорит и я И идут к нему И поэтому Раввины пью-то очень сложно назвать прилипалой При условии, что кто к нему обращался Не знаю И прошу прощения Я скажу честно Получается у нас полицейские К спекулянтам обращались Не спекулянтам, а что такое Спекулянт и употребил Что такое спекулянт А человек, который Выдает что-то за иное Что же это за полицейские Если они не знают Не могут отличить настоящего раввина От спекулянта Это духовная сфера Это вопрос Это воспитание Очень тонкие Семья Очень тонкие Тут сложно все это определить Поэтому полицейские Они как все остальные люди У них тоже возникают вопросы И они идут и получают совет Но Честно Я был в 11-м встрече С этим рамом Мне он не понравился Скажу честно Я больше к нему никогда Не ходил Я к числу его сторонников Не принадлежал Миш Тебе я хочу задать Другой вопрос Дело в том, что Министр Естественно Он не мог не отреагировать На эту ситуацию Министр внутренней безопасности Исхак Аранович Почти цитата Он назвал Недопустимой попытку Адвоката Фрайвина Пинта Обменять закрытие дела Против их клиента На деликатную информацию Причастности К коррупционному скандалу К поставленных офицеров полиции Но может быть Он просто-напросто Пытается прикрыть Своих подчиненных Потому что Сама полиция Своей деятельностью Очень часто С разной степенью успеха Использует эту тактику Когда Определенного рода договоренности Меняются на деликатную информацию Ну естественно Потому что В своей деятельности Это применимо Но когда это настигает Тебя же То ты говоришь о том Что это возмутительно Смотрите Во-первых Давайте договоримся о том Что мы мало что знаем На эту минуту В этом очень явно Многослойном деле Известная информация На ту минуту Когда мы обсуждаем Эту тему Что адвокаты Этого самого Равина Пинта Приходили к юридическому Советнику правительства Который еще два месяца назад Собирался Дать указание О возбуждении Уголовного дела И якобы Предоставили ему Какую-то Эксклюзивную информацию Которая заставила Его притормозить Вот это самое возбуждение Что это связано Еще с Америкой Что к делу Подключено ФБР И касается Действительно Гораздо большего Круга людей Чем известно На эту минуту Вникать Они может быть Руководствуются Всех Всех Которых Известно Потому что Буквально Несколько месяцев назад Мы имели громкое Дело Оно еще не завершено С бывшим Главным Ашкенадским Равином Ты имеешь ввиду Те которые под следствием Совершенно верно Те люди Которые якобы Считаются Моральным образцом Для многих Для многих Тысяч людей Главный Ашкенадский Равин Это главный чиновник Равината Это не главный Духовный А как же его назначили Его назначили Что по выслуге Лет Нет Там были выборы Политические А хорошо А этот Равин Пунта А все другие Равинты Которые Яко Упоминаются Вокруг Этого Давай мы не будем Путать Там немножко Все таки Другое С главным Равином Бывшим Ашкенадским Завершение Нашей передачи Еще у меня будет вопрос Равин Пинто У него состояние В 75 миллионов Шекелей Он один из Богатых людей Хотя он Не сделал Он Майкрософт Не открыл Он сделал Деньги Вот на всех Этих Делах Любовичский Рэбе Покойный Минахомед Нирсон Был Любовичскому Рэбе С 43 года Через него Пришли Сотни Тысяч Людей Которые Принесили Сотни Миллионов Долларов Которые Он направлял На разные Вещи У него Не было Собственного Счета У него Не было Никаких Денег Я видел Фотографию Его квартиры Поверьте мне У меня Она лучше У меня Она Богаче Он ходил В капоте И в шляпе У меня Лежит 6 год То есть Речь идет Не о Не о О том Что Ржавины Такие А о Люде Конкретно Ульбовичской Рыбы Который Крутил Миллиарды Люди Во всем Шаре Копейки Не было А у этого 75 миллионов Он молодой Парень Сколько 40 лет Так что Ребята Это уже Говорит Очень Давид Вопрос Следующий Миш Ты тоже На него Ответишь Но прежде Я хочу Именно Давида Об этом Спросить Мы Достаточно Часто Слышали О том Насколько Опасно Слияние Власти С Преступным Миром И прочее 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 Насколько Опасно Слияние Власти И Правоохранителей С так Называемого Как пишут Известными Дворами Раввинов Это вообще Смешной Вопрос Да Конечно Что такое Слияние В чем Это будет В общем В том Это примерно То о чем Миша сказал Когда Раввины Влияют На принятие Тех Или Иных Профессиональных Решений В конечном Счете Я думаю Что Полицейские Не спрашивают У Раввинов Вот Мне Этого Арестовать Этого Не арестовать Я не думаю Что такие Вещи Они Высляют Вещи Связанные Со здоровьем Своим Своей Семьей С Какими Вещами На которые Раввин Может дать Ответ Но не По поводу Каких-то Чисто Профессиональных Вещей На которые Он и понятия Раввин Не имеет Как он будет Принимать решение Если он не знает Что Редину Что Не об этом И Петрич Мне бы Очень хотелось Тоже верить В чистоту Помыслов Всех Наших Раввинов Миша Вы знаете Я думаю Что Дело не в Полицейских На самом деле Тут Как говорится Должно быть Богу Богово Кесарю Кесарева Все должно быть Отдельно Это не наши Правила Я сейчас говорю В принципе О подходе Попроса Не из нашей Религии Хорошо Так я говорю Не о религии А о подходе Государственном Полицейские На самом деле Они берут Пример с политиков Ведь посмотрите Перед каждыми Выборами Что делают Политики Особенно ведущие Кому они идут Советоваться Они идут Советоваться К нашим Духовным лидерам Но Миша Они идут И на шок Это разная вещь Секундочку Они идут Духовным лидерам Потом Мы видим Как партии Этих духовных лидеров Входят в коалицию Или не входят Там тоже Совершаются Какие-то сделки Мы о них знаем Не будем врать Мы это прекрасно Все знаем Что совершают На этом уровне Совершаются Чисто политические Сделки Так почему Полицейским Не брать пример С этих наших политиков К тому же Извини Давид Ты говоришь Полицейские Не идут Узнавать Кого арестовать Кого не арестовать Верю Но дело в том Что раввины Идут к полицейским За уже явно Судя по этим Подозрениям Чисто уголовным Делам Вот Чтобы узнать О том Как развиваются Уголовные дела Я думаю Что они идут И потому что Они раввины Мне не нравится Раввины Идут И тут Определенные люди Которые Но они Носят Звание Раввина Я не знаю Раввины Они носят Кстати Надо хорошо Проверить Очень многие Жулики Говорят Я раввины Я доктор Мы это знаем И А ведь Нечего Возразить Это не так Это Коется Не наша Сфера Если Следствие Может Выяснить Полицейский Виноват Это может Вызоветь Ты раввин Друзья Но в любом Случа Я думаю Что Дело Раввина Пинта Вот Вот Разрешится Но Как минимум Ближайший Месяц Два Мне так Представляется В ту или иную Сторон Уж Очень Этого Хочет Министр Внутренней Безопасности Я думаю Этого Добьется Всего Доброго Спасибо Что Были С нами До